Здравствуйте, друзья! Сегодня мы продолжаем серию «Силы души» и сегодня «Сила желания». Конечно же, желание — это великая сила. Это сила, которая не то что даже даёт нам Творец, а это Его желание есть. У Него есть самое громадное желание, чтобы у нас проявился, через нас проявился Он в этом мире. Есть разные, скажем так, философии, религии, в котором пытаются уменьшить желание. Иудаизм совершенно не из той серии. Тут мы, наоборот, увеличиваем желание и работаем с ним, чтобы сделать желание Всевышнего. Как мы знаем, что есть желание Всевышнего, а что нет, не является желанием Всевышнего. Во-первых, надо понять то, что эта история желания, понимание и уточнение желания — это один из главных челленджей нашего поколения. Если вы увидите, маленькие дети даже говорят «я хочу», «не хочу», люди говорят, что они так чувствуют, они так хотят. И одна из самых больших проблем нашего поколения — это депрессия, это когда человек перестаёт хотеть. То есть вот в этом желании, в настоящем желании, находится какой-то громадный ключ. То есть надо как-то разгадать и понять, что там произошло. Со стороны иудаизма желание даёт, конечно, Всевышний. Иногда душа приходит сюда с большим желанием. И это желание Всевышнего проявить эту душу в самом наилучшем уровне в этом мире. Из-за этого, конечно, часто эти желания должны быть большие. Но их надо направлять. Отчасти их направляем знаниями. То есть знаниями, что хочет Всевышний. А это написано в еврейской Аллахе, в еврейском законе. И ещё один фактор — это как бы соединение внутреннее, внутреннее понимание, что хочет по-настоящему Всевышний в этот момент, что хочет наша душа в этот момент, а что хочет, например, наше тело. И желание тела, а не, ну, покушать, попить, поспать, меньше поделать. Вот когда желание души — это совершенно другие. Это желание помощи, это желание как бы влияния не за стороны показать себя как эго, а сделать что-то хорошее, что-то правильное. Но насчёт этого надо как бы ещё сильнее подумать. Но в любом случае желание — это хорошо. Желание делать хорошо другим, желание жить хорошо, желание двигаться, продвигаться. Так что желать — это хорошо, это проявление Всевышнего и восхваление Всевышнего в этом мире. Всего хорошего желаем больше желать. Кстати, до этого нужно тоже помолиться. Хочу больше желать Всевышнего. Хочу больше проявлять себя в этом мире. Всего самого хорошего. Счастливо.